Ослышаю вас. Да, секунду. Обязанности провизора широки. В какой-то степени мы продавцы. Также осуществляем фармацевтическое консультирование. Какой лучше? Если сильно сухая кожа, лучше мазь. Руки, ноги засовывают. Посмотрите, у меня болячка. Я вот мазала этим, этим, это не помогает. Приезжает Росгвардия, спецназ с автоматами. Группа захвата, что случилось? Была у нас бабушка, покупала свечи слабительные. Приходит через три дня и говорит, дочка, я вот их ем-ем, а мне никак не помогает. Меня зовут Ольга, я провизор. Начиналась с работы за первым столом. Еще когда училась в институте, подрабатывала в гомеопатической аптеке. Тоже был такой очень интересный опыт. Потом уже после окончания института попала в обычную аптеку. Потом менялись аптечные сети, я переходила из одной в другой. И вот в Мособл медсервисе работаю уже пять лет. На самом деле наша профессия включает в себя очень много моментов. В какой-то степени мы продавцы, но также осуществляем фармацевтическое консультирование. То есть нужно рассказать человеку о препарате, потому что иногда люди приходят, вообще-то там абсолютно ничего не зная. Нужно им объяснить какие-то тонкости применения этого препарата, как он с другими лекарствами сочетается. Диагностировать, конечно, мы ничего не можем, потому что, чтобы продиагностировать, нужно провести какие-то там, взять анализы какие-то, да, какие-то процедуры провести определенные, вот. Но мы можем, исходя там из каких-то симптомов, которые нам пациент говорит, ну, если это что-то, скажем, на первый взгляд, да, явно простое, да, ну, понятно, что там человек пришел, у него болит горло, конечно, мы можем там что-то порекомендовать. Если какие-то более серьезные жалобы у него, то его, конечно, мы отправляем к врачу. У нас аптека большая, круглосуточная, поэтому и помещений много. Комната отдыха персонала есть, кабинет заведующей, есть комната, где переодеваются девочки, есть материальная комната, где лекарства хранятся, помещений много. Обязанности провизора широки, начиная от мытья витрин в аптеке, поддержания фармацевтического порядка, то есть есть определенные правила, как хранятся лекарства, где, да, разные группы лекарств хранятся в разных местах, что-то в защищенном от света месте, то есть это может храниться только в закрытом шкафу. Днем работа более суетная, наверное, то есть все равно основной клиентский наплыв днем в дневные часы, а вечером, ну, после девяти, наверное, уже как-то так спад идет активности. Ну, с двенадцати еще ходят, а после двенадцати люди, которых прихватило, то есть там у ребенка температура поднялась или там закончились какие-нибудь таблетки от давления, там давление подскочило, то есть что-то такое, или там кто-то, не знаю, там упал, порезался, особенно в выходные это бывает, когда люди гуляют, покупают там, допустим, какую-нибудь перекись, бинтик, какую-нибудь мазь заживляющую и просят помочь забинтовать руку. Ну, приходится что делать. Я, честно говоря, сама думала, когда вот шла в круглосуточную аптеку работать, думаю, ну, что вот можно покупать ночью? Ну, только контрацепцию, наверное. Нет, оказывается, это не самое популярное. Ну, иногда ерунду какую-то покупают. Ножницы спрашивали, батарейки часто спрашивают, клей там срочно что-то заклеить, колготки, то есть, ну, что-то вот у людей там, какие-то ситуации, видимо, происходят, что-то срочно там сломалось, порвалось. Ну, считают, что все можно купить в аптеке. Женщина вот у нас одна ходит по ночам, мыло покупает. То есть, просит ей вынести кокошку ночью, мы работаем через окно, она просит кокошку ей вынести там два-три вида мыла, понюхать, она выбирает какое. Она не любит людей, не любит ходить днем, то есть, когда вот скопление людей везде. Вот она ночью ходит у нас рядом магазин круглосуточный, вот она ходит в магазин, покупает там все, что ей нужно. Ну, и в аптеку тоже заходит, вот такие клиенты присутствуют. Это окно ночного отпуска с 10 часов вечера до 7 утра. Мы работаем через него, связь по видеодомофону в зале, и сюда уже вот через окошко мы отпускаем клиентам лекарства. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ослышаю вас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, секунду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 106 рублей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ага. Ну, бывают нервные люди, которые там требуют открыть аптеку, пустить их внутрь. Я вас не вижу, с кем я разговариваю, то есть, они не видят фармацевта. Опустите, мне надо посмотреть, а где вы, а куда деньги засовывать. То есть, тут интересные моменты случаются. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо. До свидания. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Боярышникам, на самом деле, наверное, больше все-таки приходят днем. Они днем уже все употребили, так сказать, все приняли, все, что им надо. Поэтому ночью нет каких-то вот таких опасных именно, нет. Самый такой, наверное, распространенный случай. Спрашиваешь, а кашель какой, сухой или влажный? Ну, вообще этот вопрос просто ставит людей в тупик, а это как? Начинаешь объяснять, да, что просто кашлять и ничего в бронхах, так сказать, не происходит. Либо все-таки какой-то секрет присутствует. А я не знаю, я вам сейчас покашляю. И вот так, хэ-хэ. Руки-ноги засовываю, да, посмотрите, там вот у меня болячка, там я вот мазала этим, этим, это не помогает. Посмотрите, может, вы мне диагноз поставите, что там, или вы мне, может, мазь какой-то посоветуете. Я начинаю вот с просмотра журналов. Здесь вот целые кипы документов. Это журналы относительной влажности, это журналы регистрации температуры в холодильниках. Все это каждый день должно быть заполнено. Вот смотрю, если девочки с утра не успели заполнить, но вот сегодня уже занесли показания. Я проверяю, сейчас мы с вами пройдем в торговый зал, будем проверять показания гигрометра. Если не будет соблюден температурный режим, указанный производителем, лекарственный препарат может потерять свои свойства, а это недопустимо. 21, 17, да, все, показания совпадают. Так вот мы работаем с каждым гигрометром. Затем по ходу движения можно сразу проверить холодильник. Приемка товара, когда привозят лекарства, соответственно, их нужно принять у поставщика, оформить документацию сопроводительную. Дальше идет процесс приемки товара, то есть это постановка на учет в программе в аптечной и раскладывание товара по местам хранения. Вот в данном случае привезли лечебную косметику, а так привозят и лекарства. В принципе, алгоритм такой же. В любом случае, здесь вот я расписывалась в накладной, те поставщики, у которых электронный документ и оборот, ставим печать и расписываемся в сопроводительном маршрутном листе, удостоверивая то, что мы получили товар, а поставщик нам его доставил. Все, теперь дальше можно его разбирать, принимать. Ну, соответственно, отпуск лекарственных препаратов по запросу посетителям введения, кассовой дисциплины. То есть тут много обязанностей. Здравствуйте. Проходите сюда, пожалуйста. Тебе пантеля есть? Мазь или крем? Если сильно сухая кожа, лучше мазь. У нее основа будет пожирнее. Мазь пожирнее будет, да, крем менее жирный. Назвали наименование, я уже четко понимаю, в какой ящик, в какую сторону мне нужно идти, да, и даже если нет конкретного наименования, которое запрашивает покупатель, мы всегда можем предложить ему какой-то аналог с таким же составом. С синей полосочкой – это крем, а с розовой полосочкой – это мазь. Я работаю в государственной аптеке, но отличается тем, что вот как раз-таки в государственной аптеке есть четкая грань, есть четко прописанные приказы, в которых прописана там какая наценка. То есть нельзя сделать там наценку, какую я захочу. То есть все четко регламентировано документами, регламентирован ассортимент того, что может продаваться, ну и требования к нам, соответственно, как к государственной аптеке выше, чем к частной. Хотя в нашей аптеке тоже есть все – и БАДы, и лечебное питание. У нас еще есть отдел льготного обеспечения, то есть бесплатно лекарства выдаются. То есть бабушки всего города наши, скажем так. Попутно все равно они что-то покупают, поэтому мы не особо, наверное, сильно страдаем от конкурентов. Все, пожалуйста. Существует определенный список, он ежегодно утверждается Минздравом, то есть что разрешено к выписке. То есть не любой препарат, который вам захочется, можно получить бесплатно. Есть определенный список, эти списки есть у врачей, и на основании этих списков уже производится закупка препаратов для отпуска пациента. Все-таки фармацевт – это женщина, то есть какой-то стереотип такой. Мужчины тоже есть, их, конечно, мало, но есть. В основном они идут, наверное, больше куда-то в офис, какой-то у них более стремительный рост карьерный. То есть если даже они работают в аптеке, то какое-то непродолжительное количество времени. В моей практике был случай, что я работала с фармацевтом. Фармацевт был мужчина, то есть вот это типичное – забежали в аптеку девочки, а тут выходит такой с бородой и с усами девочка. Не совсем девочка, вот. Было и такое, и так как-то поначалу с опаской. А что, мальчики тут тоже есть? Таблетку растворяете в столовой ложке с водой. Там маленькая таблеточка, она растворяется. И выпиваете эту ложечку. Два раза в день такую процедуру проделываете. То, что вы взяли, вам хватит на пять дней. Доктор вам рекомендовал пить десять дней. То есть вам еще одну упаковку нужно будет докупать, принимать после еды. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Кто-то стесняется, там, какие-то противогрибковые препараты шепотом, там, а пойдемте я вам покажу. Средства контрацепции тоже, там, многие боятся вслух произносить, а пойдемте к витрине, я вот вам покажу, что нам надо. Или, там, а мне другу надо, меня попросили. То есть есть, конечно, да, пациенты, которые стесняются. А если реально другу надо? Ну, что делать? Ну, надо, значит, надо. Некоторые даже делают вид, что звонят другу и говорят, там, а тебе какое, там, такое или такое. То есть, ну, друзья разные бывают. И советуются часто, и часто я вам сейчас дам телефон, вам там скажут, особенно мужчины, когда приходят, там, жены отправили их за лекарствами, как правило, это для детей. Вот я вам сейчас дам телефон, и вы там все собираете так, как надо. Но, опять же, мы в гигиенических целях, так сказать, телефоны не берем. То есть, включается громкая связь, и дальше уже, там, человек на том конце провода что-то начинает нам говорить. Ну, также бывают какие-то конфликтные ситуации, да, и люди разные бывают. То есть, там, приходят иногда коробочками, начинают кидаться, вы мне не то дали, или, там, у меня написано одно, а вы мне дали другое. Врачи выписывают по международному непатентованному наименованию, оно одно, а торговых наименований, там, и 10, и 20, да, и вот не всегда люди это понимают. Вот, мне, там, врач написал это, а вы мне дали не то, хотя, конечно, стараемся всегда озвучивать, да, что мы именно дали. Так, смотрите, вот эти все даю, как у вас написано. Гидрохлортиазид другого производителя нашей отечественной будет. Состав такой же. Сейчас очень сложно, потому что очень много новых препаратов появляется, и прям вот совсем новых, да, с новыми действующими веществами, очень много дженериков так называемых. То есть, есть оригинальный препарат, который появился первым, на котором делались клинические исследования. Через какое-то определенное количество лет раскрывается патент на этот препарат, и уже любой желающий производитель может скопировать его и производить, продавать. И дженериков сейчас огромное количество. То есть, по сути, если, вот, допустим, даже если мы смотрим на полку с каплями в нос, глаза разбегаются, там, 50 видов капель, а, по сути, там, 2-3 действующих вещества. Остальное все просто разное торговое наименование. Оригинальный препарат конкретное действующее вещество в комбинации с конкретными вспомогательными веществами, то есть, вот, полностью весь химический состав этой таблетки, он прошел клинические испытания. То есть, это проверено, ну, испытано, там, сначала на животных, доклинические исследования, потом на людях. И через 5 лет уже формула раскрывается. Но раскрывается только формула действующего вещества. То есть, не раскрываются технологические особенности изготовления, не раскрываются вспомогательные вещества, которые были в этой таблетке. Ну, и, соответственно, другой производитель скопировал действующее вещество, ну, что-то, какая-то другая технология изготовления этой таблетки, соответственно, ну, возможно, какие-то побочные эффекты будут другие. Я все-таки больше склонна доверять оригинальным препаратам именно то, что касается каких-то серьезных заболеваний, там, сердечные какие-то препараты, антибиотики, онкологические препараты, да, то есть, именно вот какие-то серьезные такие вещи. Обратите внимание, здесь вот на всех шкафчиках подписано, вот, допустим, вот этот шкаф без рецепта. Ящики вот эти все внизу, это все рецептурные препараты, рецептурные, но не учетные. То есть, то, что отпускается по рецепту, но рецепт на это не хранится в аптеке, то есть, это просто должно быть назначено доктором. Вот, здесь тоже безрецептурное учетное, это нам в материальную комнату нужно будет пройти. Там шкаф покажу, а вот уже внутренности открыть не смогу показать, потому что запрещено. Это наркотики? Нет, наркотики в другом месте. Покажете? Там покажу только дверь. Если пациент скептически сразу относится к препарату, то бывает, да, что и побочные эффекты какие-то сразу начинают проявляться. Там что-то закололо где-то, что-то не так, нет, я это пить не буду. Есть такое предвзятое отношение, но точно так же, как и эффект плацебо, тоже он существует, и реально люди пустышку получают, а им становится легче. С пожилыми людьми это работает. У меня на практике был такой случай, у нас ходил мужчина, покупал аскорбинку в таблетках определенного производителя, ну, то есть, чтобы таблетки были там определенного размера, определенной формы. Бабушке давала эти таблетки вместо снотворного. Она прекрасно от них засыпала, то есть, как только он покупал аскорбинку другого производителя, другая таблетка, другая форма, все не то, я не сплю, мне не помогает. Ну, вот из способов приема препарата было, что была у нас бабушка, покупала свечи, свечи слабительные, приходит через три дня и говорит, дочка, я, говорит, вот их ем, ем, а мне никак не помогает. Ну, то есть, вот, как бы, какие-то моменты такие есть, хотя все объясняли, как ими пользоваться, что, ну, пожилой человек то ли не дослышала, то ли что, они, говорят, такие противные, я их запиваю, запиваю, они у меня никак не прогладывают. Ну, то есть, она их жует и глотает. Ну, вот такие моменты есть тоже. Вот она, та самая дверь. В плане наших помещений, это комната номер три. Как видите, здесь вот сигнализация, определенные кнопки выведено, все на пульт охраны, закрывается, все опечатывается. Ну, опечатываем на ночь. Ну, на данный момент уже туда ходили, поэтому, вот видите, здесь веревочка уже висит, ничего не опечатано. Вот, ключи, замки, то есть, здесь все строго. Бывает такое, знаете, когда перебой с электричеством, один раз было, что приехали. Да, ну, приезжает Росгвардия, спецназ с автоматами, все, группа захвата, что случилось. Потом, опять же, куча объяснительных, почему, как и что произошло. У девочек есть тревожные кнопки-брелочки, они находятся в кармане у каждого сотрудника в случае, то есть, каких-то ситуаций. Ну, не дай бог там, да, что-то происходит, они нажимают на кнопку. Приезжает такой же наряд с целью спасти и помочь. Давайте пройдем в материальную комнату, посмотрим, какие лекарства хранятся там. В торговом зале у нас хранится в основном то, что отпускается в розницу, то, что чаще спрашивают, ну, чтобы далеко не бегать, так сказать, в материальной комнате. Хранятся препараты, которые отпускаются по льготе, и вот шкаф у нас с учетными препаратами, рецепты на которые хранятся в аптеке. Много проблем именно неврологического характера, опять же, в силу того, что такое обилие информации сейчас со всех источников идет, и интернет, и телевизор, и иногда действительно лучше что-то не знать, меньше знаешь, крепче спишь. То есть люди переживают очень за какие-то события. Опять же, вот эта лишняя какая-то информация людям дается, они начинают накручивать себя где-то надумывая. Нервных людей, вот именно нервных, очень много. Но и людей, которые вот препараты такие серьезные уже принимают, у которых явно уже какой-то диагноз поставлен, таких тоже много. Причем самое главное, что глядя на вот этих людей, то есть они приходят, они берут лекарства, явно себе, да, в рецепте там прописано. То есть это люди, вот они ходят по улице, то есть как бы не то, что там это какой-то человек, да, как-то там страшно, странно выглядящий, или странно себя ведущий. Нет, это абсолютно обычный человек, там абсолютно обычный мужчина, абсолютно обычная женщина. Но они такие препараты серьезные принимают, и молодых очень много, и вот смотришь, и жалко даже. Подростков очень много, которым вот всякие такие серьезные уже успокоительные препараты назначают, особенно вот, наверное, лет от 15 до 18, ну, видимо, вот периоды этих всяких экзаменов, поступлений. То есть дети нервничают, много. А теперь давайте посмотрим нашу комнату отдыха. Здесь мы кушаем, отдыхаем по мере возможности. Есть здесь даже диванчик для девочек, которые работают круглосуточно. Ночью можно немножко отдохнуть, когда нет клиентов. В общем-то, у нас здесь очень уютно, приятно. В круглосуточный режим на сутки положено 2 часа перерыва. На все дела, так сказать, да, и на прием пищи, и просто отдохнуть 2 часа только времени. Мы можем на это потратить за рабочий день. А в дневные смены девочки работающие, там час перерыва дается. Ну, не всегда удается отдохнуть. Иногда, конечно, пообедать за счастье, скажем так. Когда, особенно вот в сезон, когда люди болеют, клиентов много, поэтому особо отдыхать не приходится. Ну, наверное, в первую очередь это бизнес, потому что бизнес достаточно прибыльный. В аптеку, мне кажется, сейчас ходят все. Причем не обязательно, что за какими-то лекарственными препаратами в аптеках продается и лечебная косметика, и БАДы, и здоровое питание. Был какой-то момент, наверное, немножко разочарования в том плане, что когда выбиралась профессия, все-таки аптека была немножко другой. То есть было меньше вот этой составляющей бизнеса, больше было именно вот медицинской, скажем так, составляющей. Со временем баланс этот немножко сменился в другую сторону. Вот, но хорошо там, где нас нет, и несмотря ни на что, я действительно работу свою люблю и профессию свою считаю самой лучшей. Что самое любимое в работе? Самое любимое – это когда приходит человек с благодарностью, что помогло. А нелюбимое? А самое нелюбимое – когда ругаются. Чем отличаются фармацевты от провизора? Фармацевты – это среднее специальное образование, у них присутствуют все те же дисциплины, но поскольку они учатся меньше по продолжительности времени, там, три, по-моему, или четыре года они учатся, в университете, соответственно, учатся пять. Ну, наверное, профессиональные качества, все-таки у провизора немножко знаний профессиональных больше, чем у фармацевта. Что должно быть в аптечке у каждого? Обязательно что-то должно быть от расстройства желудка, какой-то противомикробный препарат, опять же, при кишечной инфекции. Обязательно что-то противовирусное, капли в нос, жаропонижающие обязательно, ну, какой-то обезболивающий спазмолитик, перевязка, бинты, салфетки, там, йод, зеленка, какая-нибудь мазь заживляющая. Остальное все по, как сказать, по сопутствующим заболеваниям. Сколько зарабатывает провизор? В зависимости от категории аптеки, да, то есть если это маленькая аптечка, соответственно, будет меньше, если большая, больше. Ну, если брать, там, допустим, Московскую область, ну, от 40 до 60, я думаю, до 60, может быть, даже до 70 где-то. В Москве, конечно, больше. Если не провизором, кем бы вы стали? Ну, когда-то в детстве хотела быть учителем. Гематоген или аскорбинка? Аскорбинка.